друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал случку на него закреплю в комментариях вы знаете много есть что вам сказать в том числе и последние новости и угрозы со стороны сарафана и все их шайки-лейки в мой адрес все что было написано и все это за скринила да что хочу сказать некий персонаж там вкусная картошка массажист да уже нами всеми известные вот эти персонажи которые пишут всякую чухню которые постоянно написывают всякую хрень сегодня специально закрепила в комментариях под своим вторым обзором на урал ком закрепила в комментариях комментарии вот этого сообщения до вот этого массажиста который писал что вот хотят похитить обду ребята большего бреда в своей жизни я не слышала они уже опять повторяются да но с фантазией уралки сарафана очень плохо они это уже говорили в своем последнем стриме да в прямом эфире вот и сейчас несут подобного рода хрень это ладно это фиг с ним это как говорится их половые трудности их проблемы эти кому нужен хочется спросить да задать вопрос уж точно сто лет никому не нужен даже если сверху за него будут давать миллион долларов вряд ли кто-то согласится на то чтобы взять его еще и до кучи как говорится да так вот друзья мои я сегодня специально закрепила комментарии вот этого массажиста чтобы все имели честь наблюдать и видеть что он пишет на что массажиста душа не выдержала друзья мои и он удалил всю ветку он может удалить светку все комментарии так далее и тому подобное ну что очко жим жим а теперь я хочу сказать что вот этот массажист это и есть как раз таки вот эти вот четыре зигаванта уралка сарафан и риха и сраил кто-то написал сегодня из моих зрителей на моем youtube канале о том что вот они этот массажист себя сдал он и написал про то что вот а значит в калининграде и в москве вот были обнаружены эти айпи адреса с которых писали мне и ольги да вот эту всякую чернь грязь выкладывали мужскую порнуху на электронную почту нам забили ее за несколько недель просто по полной программе нет ребят нет массажист проявил себя не сейчас он проявил себя давным-давно и давным-давно и поняла что это кто-то из их числа по той простой причине потому что может быть кто-то не приходит на мои прямые эфиры я последним своим обзором делаю всегда в прямом эфире этот обзор будет тоже в прямом эфире в чате и кстати туда постоянно приходил в свое время массажист и писал там об этом еще недели три тому назад вот вы увидите вот вы вы увидите точно что сарафан и сраил к этому ко всему не имеет абсолютно никакого дела что они не виноваты что это не из их почты вот это вот повысылается вся вот эта мужская порнота ну кто мог об этом знать скажите пожалуйста три недели тому назад понятное дело об этом могли знать сами они сама вот это вот четверка гнедых четверка зиговатов собственно с ними все понятно ну что ребят пройдемся по некоторым комментариям а также пройдемся по тем угрозам которые поступили в мой адрес что на меня будут писать заявление в прокуратуру и так далее и тому подобное все всему свое время кто-то пишет бабтя сегодня упьется в уматину да я в этом кстати нисколько не сомневаюсь я в своем втором обзоре да в первом я обсуждала всю ситуацию в целом я сказала что сам амукбанг я обсуждать буду не в первом обзоре да а во втором я сказала что да действительно нажрется в этой толстой креветки напьется в дрободан завалится в дрова и будет тащить ее вот этот вот асарафан вместе со своей родной со всеми своими дружбанами представляете вот этого бегемота будут тащить как говорится да до дому до хаты даже нисколько не сомневаюсь плюс я еще сегодня добавила о том что она не просто напьется на весь мозг вынесет всем своим вот этим в кавычках подружайкам да почему в потому что знаете это это не подружки это просто приятельницы которые у нее есть по предыдущему месту работы и так далее это те с которыми уралка наша инвалидка друзья мои ходит благополучно гулять постоянно и на постоянной основе да чуть после этого или перед этим знаете давление не меряется пульс они измеряется да все нормально и все хорошо а чуть что пройдет два шага в теплице ола 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 сколько у тебя пульс ола какое у тебя давление ола да тяжело мне ой как тяжело да друзья мои вот такая работа тащить из болота бегемота ну что ж бегемот сегодня действительно упьется моя муму азизова почему моя уралка моя потому что это моё да то что я как говорится да дала тебе вот это кликуху кто-то написал знаете что вот не унижайте себя вот этими значит вы не не пришли знаете в институт благородных девиц не надо тут корчить из себя прям святошь если вы бежали на канал культура и случайно совершенно вместо канала культуры набрели на канал обзорной галинка малинка то бегите в сторону культура да как говорится культурой выход там же где и вход не надо мне вот эту хер писать и я сама знаю чем не говорить я уже взрослая девочка да я уже в возрасте совершеннолетия могу себе позволить общаться так как я хочу я не раз себе не позволила послать кого-то там да так посылал сарафан и раз я не позволила пожелать кому-то там сдохнуть болячек смертельных болезней и так далее я еще слишком корректно по отношению к этому друзья мои зверью поэтому я выражаюсь и так очень даже вполне себе аккуратно так что короче бабка сегодня действительно упьется будут тащить тащить знаете тащим да схватились и бабка и детка за эту репку тянем потянем вытянуть не можем это точно сто процентов будет происходить сегодня а потом будет бегать по подъезду а я забыла что я тут делаю так далее видимо соседи все-таки были правы когда писали об этом далее друзья мои пишет мой зритель здравствуйте спасибо за обзор все правильно у героев паника начали оправдываться договорились в запале что дело об оскорблении чести достоинства и рассылки фото передали для расследования с прокуратурой и так далее а там уже разобрались по справедливости в общем да друзья мои мы все прекрасно поняли что как раз таки пукан загорелся очко жим жим как я уже сегодня сказала но уж так получилось как говорится вы знаете не виновата я он сам пришел сарафан уралка вы сами все это выложили если вы думали что мы будем молчать то конечно же нет никто не молчать не обязан далее далее кто-то пишет напишу в прокуратуру ревды спрошу на чем господин прокурор вы с азизовым так смеялись вообще говорили не про прокуратуру а говорили про полицию да что вот когда там мы там направили но не суть важно вернее ладно ребят не важно это немножко там уже я если честно даже уже да то в прокуратуру то потом в полицию передали то туда то сюда дело в не в этом дело в том что действительно очень интересно кто и над чем там смеялся знаете если честно мне все равно смеялись не смеялись кто над чем смеялся опять же я и говорю что они своим роликом подставили еще и правоохранительные органы не понимая что могут провести служебную проверку да потому что сотрудники полиции сотрудники правоохранительных органов должны соответствовать у них есть определенный до кодекс как говорится как надо действовать в той или иной ситуации поэтому знаете вот это все чревато последствиями если конечно же пара гнедых наврала с три короба то потом с них еще спросят сотрудники правоохранительных органов короче наговорили они просто какой-то кошмар пишут басмач пошел в разнос правильно говорят что лучшее средство защиты это нападение какой мерзавец да друзья мои так оно и есть поэтому вы знаете уралка сегодня так и есть лучшая защита это нападение и вот сегодня вот это вруха сия ютуба самая большая вруха да баба завируха баба муму азизова сегодня говорит ой так это это и не мы вот это все отправляли как будто дураки какие-то могли поверить то что они отправляли бы это со своей электронной почты да каждый дурак знает прекрасно что в первую очередь будет проверять почту а это говорит сами говорит ягодные говорит вот эти две говорит подружки говорит а да малинка значит с вишенкой себе и отправили дабы поднять свои просмотры я говорю ты что ненормально я говорю что ли я говорю ты же сказала что проверили не нашли до концов ну нашли там где-то в калининграде в москве в москве это только то что она сказала это опять же на минуточку только то что сказали они да мы с ольгой никакого отношения к калининграду и к москве абсолютно не имеем даже вот так вот опять же на минуточку да дело не в этом я уже говорила что есть миллион сайтов где можно купить и комментарии да и мы все прекрасно понимаем и подписчиков и просмотре все на свете в том числе и вот таких вот лохопетов которые будут слать вам непонятно что в том числе и мужскую вот эту порноту да вот друзья мои уралка нас с ней обвинила значит с ольгой да что это мы сами виноваты мы значит туда мы значит сюда и пошли они в разнос и начали писать мне всякого рода вот эту чернуху что вот сейчас уже значит сарафан бежит в прокуратуру писать на меня но об этом еще немножечко попозднее потерпите мои хорошие далее далее значит какой мерзавец пишет моя зрительница как пытается себя выгородить похищение приплел не радуйся отвечать все равно придется не пышься вот тогда посмеешься и никто тебе не поможет не хватит оленого подола чтобы тебя спрятать ведешь себя как шакал трусливый позвольщик я целиком полностью согласна вы знаете вот это вот статья клевета да вот это значит похищение и так далее он долбоёк просто вот я по-другому не скажу он дебил просто конкретно даже не понимает что это за статья такая да и что за нее можно схватить так что он просто огребет и будет сидеть мама не горит ну придурок придурок самый настоящий кто-то пишет кому ваш обду нужен никто-то а ирина ирина пишет кому-то вам кому ваш обду нужен 10 лет надо ждать пока он четвертый класс закончит рехнуться можно иришь ты знаешь меня сегодня то же самое спросили я сказала даже если дадут сверху миллион да забыла добавить долларов я бы на такого товарища все равно не согласилась потому что ты знаешь это это из ряда вон да далее кто-то пишет а я поверила что в прокуратуре все ржали и валялись от смеха это после того как сарафан начал оправдываться на своем тарабарском языке когда он еще объяснительную начал писать представляю какой хохот там стоял да друзья мои то же самое сказала я всегда говорю что уралка у нас разговаривает исключительно на тарабарском языке это мои слова да которые я говорила относительно уралки всегда и вы знаете действительно я верю в то что когда сарафан открыл рот когда он даже здесь на мукбанге сказал я сам я сам сейчас начну говорить когда он начал говорить мне захотелось сказать слушай закрою рот дай уже ей да сказать хотя бы что-то далее друзья мои значит массажист цикло трусливая сбежал собственно я нисколько не сомневаюсь боится всего и воды и глаз рыб там и рыбы боится да и детских аттракционов боится и всего на свете а вот это вкусная картошка это такой аккаунт да на ютубе защитник сирых и убогих я береду сарафан и уралки пишет где письма с голой мужчина они писались из москвы калининграда я бы сказала где да да не буду в караганде ну это так лайтово я еще ответила я озвучила все что мне приходилось на почту вперед из песни шуруем ко мне в телеграм-канал ну если не совсем тупые находим раздел медиа да я уже об этом сказала и там все это есть эта переписка если вам это надо вперед из песни это надо не мне а вам своим зрителям я все уже это выставляла я пишу в ответ сарафан букварь купи мне пишет эта картошка вот и посмотрим ты ли пишешь прям сейчас сафару угрозы или нет ты да пишет он мне могу на почта скинуть что пишут сарафану друзья мои представляете могу на почта скинуть что пишут сарафану какие угрозы как интересно что-то когда мне машку мужскую порноту черноту вонючую заваливали мой мою электронную почту меня никто не спрашивал а можно ли уважаемая галинка малинка мы вам туда это дерьмище скинем так на минуточку никто не подумал а вдруг у меня туда муж залезет да ну так ты минуточку опять же ребенок туда мой залезет да а вдруг вот так зашел там на почту что-то увидел и посмотрел тут мне пишут могу типа тебе если типа ты согласна да на почта скинуть что пишет сарафан да мне срать с высокой колокольни что там сам себе пишет сарафан со сраилкой они еще будут черпать полной ложкой о чем я сегодня с утра сказала даже не сомневайтесь это только начало и в покоях больше с их вранью никто не оставит и будут они все равно отвечать и за зигование и за оскорбление славян да на нашей же славянской земле прикиньте будут отвечать за все а это только так жалкие потуги трусов из сыклу что они собственно из себя и представляют их двух вот этих вот страшных бегемотообразных половин вот собственно и все да так вот друзья мои значит так пишет меня опять пытаются меня стращать я на них не обращаю внимание максимум смеюсь над ними ставлю смешные вот эти вот смайл в прокуратуру будет все отправлено ну ну я по себе представляю что вот эти сыклу да будут отправлять в прокуратуру явную клевету да конечно никогда в жизни не будут друзья мои никогда не будут никогда кто-то пишет бегом только штаны не потеряет да уж действительно вот это действительно смешно еще раз эта картошка пишет сафару сказали в прокуратуре что письма писалось из москвы и калининграда ему уже пишут азизов прекрати оправдываться да и так далее и тому подобное все все прекрасно понимает ну далее далее вот этот массажист он кстати сыклу вот это массажист это и есть сарафан и сраил он убрал все свои я его не блокировала заметьте его даже закрепила в комментариях закрепленных сверху специально чтобы все прочитали что он пишет я его не блокировала я его закрепила он не выдержал натиска моих зрителей свалил позорно как шавка позорная как шакал недобитый и удалил все переписку сразу хочу сказать с таким больше не даю 2 2 шанса удаляете свою переписку значит идете сразу блок и он пишет теперь сарафану на почту приходит оскорбление и угрозы похитить бдудани это наверное говорит ваших ягодных рук дело отправим говорит встречный иск в прокуратура да именно в прокуратура во первых хочется спросить ты уж давай тогда представляйся своим собственным именем да кто-то там сраилка сарафанка одна вторая бабища да понятия не имею либо да ну просто пишешь что отправим встречный растут пишешь за них что отправимся отправлять господи хоть поржом хоть видосов наснимаем да хоть посмотрим как вас потом под белой рученьки выводят в наручниках и так далее представляете что такое да что это за статья и в чем это обвинение это вообще уже точно с головой не дружит но больные люди хочется спросить кому ваш вот этот абду нужен сто лет вообще нафиг никому не нужен он собственно папашу был не нужен а уж нам тем более ваши вот эти вот дети в кавычках да сто лет не нужно это все прекрасно понимают это ребята это ужас какой-то вы понимаете это что-то из ряда вон выходящий кому нужен я бы за него миллион долларов будут давать никто его не возьмет вы еще скажите что бабку хочет кто-то умыкнуть украсть да правильно там написали говорит не но уж на ишаке ее точно не увезешь и шаг ее не потянет да там надо будет тянуть ее как говорится на чем-то поконкретнее понимаете как кому они нужны кому они нужны бестолковые паразиты общества кому они нужны это это знаете вот я говорю они повторяются вниз а я всегда говорил у них с фантазией вообще полный ноль полный ноль понимаете они уже об этом говорили что кто-то там хочет их украсть кто-то туда кто-то господи кому вы сдались кому вы обосрались кому вы нужны вы там в кишлаке в своем нафиг никому были не нужны тут и подавно вот только таким бабкам и теткам как на которых здесь никто никогда никогда не посмотрит ребят вот такой у меня получился обзор правильно написала одна моя зрительница в дурке окончились таблетки перестали выдавать да маразм крепчал деревья гнулись да в общем санитары ушли на выходные пациенты разбежались друзья мои вот так собственно этой четверки огнедых опозорились обосрались по полной программе а теперь как всегда ищут виновата могу сказать одно для них для этой четверки не переживайте все только начинается вас будет веселая жизнь я вам это обещаю ребят вот такой мне получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч